и мы поговорим сегодня кто-то смотрел в среду прямой эфир Тибен из Иерусалима ну и слава тебе все просто я буду частично говорить то, что я там говорил скажу вам так, то, что весь мир уже слышал, вы сегодня только узнаете вот, кто не смотрит Тибен как оно происходит потом по жизни хорошо, сегодня я хочу поговорить на такую очень интересную тему необычную, может быть, даже немножко для нас но я хочу, чтобы вы задумались немножко о самих себе знаете, как написано писание остановитесь на путях ваших остановитесь в вере ли вы в чем мы очень важно останавливаться и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как чувство собственного достоинства чувство собственного достоинства я сегодня у Али спросил мы веровали вместе как вы считаете должен ли верующий человек иметь чувство собственного достоинства я не буду говорить ее ответ но я задам вам этот вопрос тоже должен ли верующий человек христианин иметь чувство собственного достоинства пока вы размышляете эту тему думаю, что можно вообще разобрать да, немножко вот это словосочетание этих трех слов чувство первое это чувство то есть это чувство что-то чувствуешь да? бывает у вас такое, утром встаете и не чувствуете, что Бог с вами бывает? ну встал утром и реально не чувствуешь а бываешь встал и ты такой ааа, Бог со мной но всегда вы чувствуете, что Бог с тобой когда вы в Библию почитали, помолились а пока вот этого не сделали пока вот еще кофе пьете, нет, Бога нет ну это как пример был ааа, или там ой, что-то у меня все со мной Бога нет, мне тяжело у меня все болит в тот раз там взял и все помолился в темноте пока все еще спят в квартире и сел так помолился, прочитал в Библии все включили ну вот, если кто-то читает по Брайлю то можно их в темноте и раз так, знаешь, попустил ты чувствуешь, что Бог есть, да? и вопрос, да, был Бог с тобой или нет, был Бог с тобой в это утро, в это мне вопрос серьезный опять же, возвращаясь потому что, если ты проснулся пьяный на полу где-то в Бабе то как бы и не факт, что Бог с тобой в этот момент на секундочку а если ты проснулся дома в нормальном состоянии просто что-то не чувствуешь то есть, я хочу показать, что такое чувство я чувствую, что я люблю этого человека в этом человек что-то ляпнул и ты уже не чувствуешь, что его любишь волос волос такой ну, мотык бы на дам смотришь на него, как ты сладкий человек смотришь, что-то сказал тебе, что-то не так вот смотрел на тебя ну что, я близко с ним стоять не буду были вас такие ситуации только сегодня ты с ним в десна целуешься завтра ты его видеть не хочешь то есть, вот такое вот общение бывает у людей это чувство это чувство чувствую, что Бог вообще есть в этом мире почему я чувствую, что Бог есть потому что у меня у меня хорошее настроение у меня ничего не болит мне зашла зарплата вовремя и что-то больше, чем надо наверное, 12-13-14 месяца зашли вот и ты радуешься, ты чувствуешь, что Бог есть реально Бог есть все вокруг цветет птички поют нету где зимой депрессии Бог есть а другой месяц, что-то там какие-то там платежи что-то там спину защемило где-то что там такое кашля чуть-чуть что-то не то не то это все чувство чувство собственного достоинства перейдем перейдем к собственному собственное это мое это не твое, Алёна у каждого свое достоинство у меня свое достоинство и сам на свое достоинство это вот от собственного мы очень быстро перейдем к достоинству что достоинство достоинство это уважение переводится да в словаре как бы расшифровывается в Екипедии назовем это такая же энциклопедия я понял сегодня в Екипедии уважение и самоуважение то как мы говорим о собственном достоинстве мы говорим о ситуации когда мы сами себя уважаем можно колоночку пишите? напоминаю что у нас есть канал на ютубе наши все служения можно смотреть в повторе многократно церковь дом света израиль вы набираете и кто не смотрел кто не смог быть то можно увидеть итак собственно чувство собственного достоинства когда я чувствую что я сам себя уважаю а когда я сам себя уважаю я уважаемый человек как вам мысль задумчивая такая вопрос для меня большой звучит должен ли я сам себя уважать и требовать чтобы другие меня уважали одна сестра мне сказала в церкви не здесь в Киридайской церкви она сказала а не 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 это не в церкви было тогда в церкви тоже так было в церкви сестра мне сказала ты должен меня уважать я уже 30 лет верующие однажды у меня одни у меня работала пара семейных израильтян коренных верующих и когда я пришел с ними поговорить о работе они тоже сейчас я прежде чем будем все поговорить сейчас честно что должен нас уважать мы уже 18 лет верующие а вот так вообще не проблема я вас сейчас поуважаю за то что 18 лет верующие у вас есть кстати месяц что до этого уводится то есть я с уважением это сделал чисто не две недели а месяц чтобы немножко себе другую работу все понятно можно было уважать а то есть люди вот мне эти люди запомнились тем что не требовали к себе уважения что-то я как в тот момент перестал уважать все просто то есть когда мы требуем что-то по отношению к себе то есть требования законные есть требования незаконные нам очень важно не путать чувство собственного достоинства строению с нашими правами у каждого человека есть права есть обязанность мы сейчас на правах у каждого человека есть права допустим у тебя есть право как гражданина ну чуть чуть вот мне говорите есть право гражданина у тебя когда ты 9 апреля все пойдут на выбор на самом деле в этот момент Мы должны понимать, что это право каждого из нас пойти на выборы. Право. Поэтому, когда ты не идешь на выборы, ты просто не пользуешься своим правом, так сказать, инвестировать в свой голос, во что-то. Потом, если, короче, кому-то не хватило одному голоса, кому-то симпатизируешь, это не хватило твоего голоса, чтобы ты знал. Вот, если ты пошел голосовать. То есть, это право. Нам дается право. Демократия, это не лучшая, наверное, форма правления государством, но она, как говорится, что маемо то маемо. То есть, одна из лучших, одна из худших, скажем так, которые есть. И мы идем, голосуем. Слава Богу, у нас выборы не фальсифицируют. Мы идем в хорошем демократическом государстве. Когда у нас не выбирают между одним человеком. Когда у нас есть, слава Богу, большое количество партий. Это еще не факт, что глава партии, победившая, станет премьер-министром. Далеко не факт. Потому что были случаи, когда победила одна партия, а премьер-министром стал в виде другой партии. Потому что нужно уметь договариваться. А если не умеешь договариваться, то и не будешь премьер-министром. Это не значит, что вы сейчас с кем-то договоритесь на сайте премьер-министром. Надо брать за доктрием, что я сказал. Но вы задумались, так обрадовались. Что быть премьер-министром? Я хочу сказать, что да, право на выбор. Есть у нас право на медицинскую помощь. У нас есть право на определенные виды национальных страхований. Пособий и так далее. Пенсионеров по здоровью, состояния, кто находится, не работает. Разные есть права. А еще у нас есть право обращаться в суды. Естественно, что Писание говорит, чтобы мы не судились друг с другом, верующий следующим. Есть ситуация. Римлянам послание нам говорит, что есть правитель, который носит меч. Специально ходит с мечом, мужик. И смотрит, кого наказать. И когда есть право обратиться в суд, если тебя, допустим, работодатель нагрел на деньги. Если не выплачивают какие-то, по сути, по сути, работодатель или еще что-то. Я говорю, например, слава на ивритии. Потому что это для местных важнее в данной ситуации. Те не имеют право уволить, если ты беременны. Много права знают. Сейчас они по вспоминаются. Не все меня касаются, как последние. Но я их знаю. И почему это важно знать? Это права, да? Это мои права для гражданина государства. Они права. Нормально эти права отстаивать, чтобы вы понимали. Т.е. не будем их путать с другими вещами в нашей жизни. Это нормально. Т.е. совершенно не надо кому-то что-то отказываться. Мне не заплатили Пиццуим, я прощаю Пиццуим. Мне можно прости Пиццуим, как бы нормально. Но если ты все-таки решил не прощать Пиццуим и пойти в суд, требовать. Это не надо мучиться совестью. Часто верующие мучаются совестью. Америки вообще не мучаются совестью. Там суды, они там живут в судах все. Кофе пролилось в машине, он пил кофе горячий. Пошел суд, получил 2 миллиона долларов. За что? Они дали слишком горячий кофе сегодня. Он в машине едет, проливает на себя. Там живут люди в судах. Там за этот счет наживаются. Некоторые так и работают. Не работают. Суды. Так вот, есть права гражданина, а есть права еще детей божьих у нас с вами. У нас есть, во-первых, первое право детей божьих. Это Господь нам дал право называться чадами божьими. Дал власти. У нас есть власть называться детьми божьими. У нас есть власть разбегать руки на больных. У нас есть власть изгонять бесов. У нас есть право, в конце концов, приходить в церковь на собрание. У нас есть такой рецепт на собрание. У нас есть право евангелизировать. Ответать евангелие каждому человеку. Это власть также. Интересно, что вот когда касается верушки, это и право, и власть как бы здесь становятся словами церковьими. И вот когда я говорю обо всем этом, вы можете прочитать об этом писании, о правах детей верующих, о власти детей верующих. Вы можете в законах прочитать о правах гражданских. Но когда я прихожу к вопросу самоуважения. Чувство личного достоинства. Я думаю, где у меня как у верующего человека место для вот этой ситуации. Как я должен правильно поступать в эту ситуацию. Должен ли я требовать, чтобы меня уважали за что это. То есть, я думаю, что на самом деле для каждого служителя, и вообще для каждого человека верующего, я думаю, что, знаете, есть такой закон, что клиент голосует ногами. То есть, когда либо к тебе ходят что-то покупать, либо не ходят к тебе покупать. Вот как мой парикмахер все интересуется, почему Аня перестала к нему ходить. Не важно, почему. Важно, что человек почему-то перестал ходить. То есть, клиент голосует ногами. И вот ты понимаешь, что люди голосуют ногами. Люди либо собираются к кому-то, либо общаются с кем-то, либо приходят к кому-то. И это хороший показатель того, что к тебе люди тянутся. Плохой показатель, как к тебе люди не тянутся. Хотя тебе не звонят, не пишут, не общаются с тобой. Это очень плохой показатель. Конечно, можно выйти на сцену и сказать, знаете, вы не правы. Вы должны меня уважать. Я уже двадцать один брат Верующий. У меня даже стул, посмотрите, он четко исполняет форму моих ягодиц. Точно. Настолько вот я часть церкви. На этом стуле уже даже никто сидеть не может. Он под меня просто. Является ли это вопросом уважения? Является ли это вопросом достоинства? Сколько лет человек проходил церкви? Это, наверное, хорошо все-таки, когда человек ходит в церковь. Это очень хорошо. Я очень уважаю людей, которые ходят в церковь. Вопрос, имею ли я права, как я, личность, требовать к себе уважения? Чтобы меня уважали за что-то. Вы знаете, когда я задумался на эту тему, я начал читать Иван Гайфманский и Пятую главу. Тут одна уважаемая личность, Иисус. Он ходил по Галилее, а за ним ходило множество народа. Я посмотрел, откуда люди за ним ходили. Написано множество народа из Галилеи, из Десятиградии. Вы знаете, что есть Десятиградия? Десятиградия – это 10 городов по целой области. Ромата Булан, там и Сирия. 10 городов. Ну, чтобы просто успокоить вас, чтобы вы не почувствовали себя слишком ничтожными. И я тоже. Это маленькие города были. Потому что там больших городов-то и не было. Если сегодня в Иерусалиме прожило 850 тысяч человек, то тогда проживало 35 тысяч человек, допустим, да, примерно. Потому что сегодня в стенах Старого города живет 35 тысяч человек. То есть это очень непроговорочно. И вот тогда люди ходили из Галилеи, из Десятиградии. Кстати, сейчас задался я вопросом. Вот реально, слушай, нечем было это заняться. Ходили, ходили. Понимаете? А у них же работа какая-то бывала. Но они ходили за Иисусом. Они ходили за Иисусом. Они тянулись к Иисусу. Они чувствовали, что-то есть у Него такое. Из Иерусалима Писание говорит, за ними люди ходили. А мы сейчас читаем, что это все еще на территории Далилейского моря, северная часть. Да вообще по неплохому ходили за ними. Иудеи. И из-за Иордана. Из-за Иордана имеется ввиду западный. Из-за восточный Иордан. То есть из-за оттуда приходили и поднимались наверх они откуда там. Иоанна Рома-то былан забирались. И оттуда спускались. Отходили с тыла. Потому что толку народа шли с юга. Они решили там с севера зайти. То есть толку народа. Иисус увидев народ, он зашел на гору. Не знаю, на эту гору. Гора Блаженств. А север приступили к нему ученики его. И он, отвергшие уста свои, мучил их, говоря. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнули за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески с ним правильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Погнали пророков, бывших прежде вас. То есть мы видим, что Иисус показывает здесь определенный такой стиль жизни, который не соответствовал пониманию иудеев вообще того времени. То есть, в принципе, иудеи жили по принципу зуб за зуб, глаз за глаз. Вот бы Саша загулять нажился. Зуб за зуб. Опа. В церкви должен был окулист и гвозник. Это окулист и донтист. Глаза или зубы ремонтировали. Понимаете? Они убивали друг друга. Города убежища специальные сделали, чтобы отомстить за кровь кого-то. Если кто-то убивает кого-то, его искал за кровь, то прячется человек в этом месте. Специальные законы издавались, когда можно его убить, когда нельзя его убить. Там этот человек, чтобы выйти из того города ждал смерти и просвещения, которые в это время правили. Чтобы уже мог свободно выходить, потому что прощение к нему пришло. Такое все, знаете, вот закручено. Иисус пришел в этот мир и первые тридцать лет своей жизни он осматривался по странам и пытался понять, что же люди начулили. Что же они сделали из того, что Отец Небесный дал им на самом деле? Как посланец с Небес пришел и смотрел на Бога. Значит, надо вот так вот все перековеткать. Вот так вот Божью любовь, Божью милость вот так вот распространить. Когда говорят, родителям надо помогать, почитая своей мать. Они говорят, дар Богу то, что бы вы получили от меня. Здравствуйте, приехали. Отдал Богу и все. А знаете, как это работает? На самом деле ситуация была такая, что он еще не отдал Богу. На самом деле человек приходит в храм и говорит, у меня есть то-то, то-то, то-то. Я посвящаю Богу. На самом деле это остается у него. Но если Богу это понадобится, то Бог может взять. И когда родителям нужна помощь, он говорит, я не могу это дать, потому что это уже освящено Богу. Это уже не мое, извините. Я бы с радостью, но я уже Богу посвятил. Видите, это еврейское мое. Но тебе в Писании это написано, что так можно и делать. В Писании почитают сами. Иисус ходил первые тридцать лет. Знаете, шокит кто-то рядом. Куда мир катится. Вырастает. Он в 14 лет приходит в храм, начинает с учителями разговаривать. И велятся его мудрости. 30 лет наступает, он идет, сына Бога, и говорит, Дух Господа Бога на мне. И сразу, что? И сразу, давайте забросим мол со скробы. Они знали этот человек, он рядом жил, он работал здесь, с отцом, деревом занимался. И сразу со скробы забросим. Там камнями, там это, там это. Мир просто испортился. Иисус приходит, рассадится на голову. Смотрит на этих людей, которые сголодались, они хотят истинной правды, жаждут правды. Но, ребята, все работает под Богом. Не зря заповеди блаженства называют северской торой. Воральной торой. То есть, Иисус показывает. То есть, эти заповеди, которые подходят всему человечеству. Ты не можешь сказать, что так и влезет, только должны жить. Вот говорили про их. Они подходят всему человечеству. Эти заповеди. Когда ты просто проецируешь добро. Когда ты не проецируешь зло. Злобу. Когда ты не говоришь о ком-то плохо. Когда ты не критикуешь кого-то. Они знают, чтобы никого не критиковать, на самом деле, нужно просто не открывать рот. То есть, даже не надо мучить себя сильно. Просто не открывать рот. Бывает, да? Ну, конечно, это проблема в голове. Оно все бурлит. Там, короче, под ногу. На самом деле, для начала просто не открывать рот. Иисус говорит, что если вы плачете сегодня, то вы счастливы, блаженны. Потому что приходит утешение от Господа. Иисус говорит, что блаженны кроткие. Ибо они наследуют землю. И ты думаешь, как я могу со своей кротостью унаследовать землю? Знаете, как все говорят, что в Израиле нужно работать локтями. Нужно быть наглым. Я отказываюсь быть наглым. Мне не нравится быть наглым. Я не хочу быть наглым вообще. Да, я хочу знать свои права. Но я не хочу быть наглым. Я не хочу на коже наезжать, тарать и так далее. Знаете, по работе мне приходится разруливать кучу конфликтных ситуаций. Я вспоминаю своего отца, когда мне было 20 лет, а отцу было чуть больше. А отцу было, как сегодня мне. Отцу было, как сегодня мне. Может даже чуть меньше. Нет, да точно. 44 лет отсюда. У меня было 24. Наверное, сегодня 24. И мне отец говорил. Не ругайся на работе. Зачем хлопать дверями, когда что-то не так? Да все нормально. Завтра все образумится. Нет, хлопаем дверями. Завтра уже работаю на другой работе. И так я менял работы. Моя трудовая книжка постепенно превратилась в структурник такой, знаете. Там уже дошло до награды поощрений записи трудовой книжки. И это 20 лет с чем вы понимаете. Не помню. У меня уже до награды поощрений дошло. Уже негде было писать. Иисус говорит, почему-то кроткий на следующую землю. Те нахамили, те должны нахамили. Те нахлюбили, те должны нахлюбили. У меня на работе, как видно, были гости права. Сейчас период наступает, когда эти праздники. Эта вся движуха праздничная, где тоже нужно все разруливать. Куча конфликтных ситуаций. Один раз мы перекрыли одну территорию. Потому что там запускали салюты. И если бы люди там пошли, то эти куски салютов падали бы на голову. То есть, когда запускают салюты, есть стерильная зона. Четко определяется, куда салют запускается. И четко определяется, где могут падать куски салютов. Потому что не все салюты разрываются. Салют не разорвавшийся, он опасен. Поэтому делается стерильная территория. Определяется саперами, какая должна быть стерильная территория. где люди не имеют права заходить во время пуска салюта и минут 15 после, пока саперы не прошли и всю территорию не осмотрели. То есть вы это в жизни не видите, потому что никогда не попадаете в тюремную территорию. А мы с саперами ходим, с фонариками, потом смотрим еще, ищем пуски, что упало, что разорвалось, не разорвалось. И вот как-то по-моему люди, мы перекрываем территорию люди с такими наездами. Нам надо пойти, нам надо это, там, ну и все. Понимаете, ты понимаешь, что ты, ну, ты уже все подумал, что ты про них думаешь, в принципе. Так вот все уже в голове это прокрутилось. Осталось только высказать всему. Потому что они настолько неправы в этой ситуации, понимаете, вот настолько неправы, просто. То есть ты защищаешь жизнь сейчас, да, в этом моменте стоишь, она тебя тупо наезд. Это по-другому не называется. А он пытается умереть у тебя на глазах, понимаете. Ну, зачем умирать за мой счет, на моих глазах. Умри где-то, пойди в другом месте, там, купи себе салют, засуни его в рот, взорвись, как бы. Ну, это отлично твое дело. Зачем на моем рабочем месте это дело? Ну, они стоят, арубка, наезжают, где-то устал. У меня боятся все атлетки, там, тоже. Ну, ребята, территория просто стерильная, но она осталась, да, по крайней мере, я не сказал, что можно отпускать. И люди все это терпят, понимаете. Люди все это терпят. И охранники, на самом деле, да, как бы. А народ же считает, что он прав во всем. Ну, сейчас выборы будут, будут включать конкретные ситуации, с полицией конкретных ситуаций люди делают. А полицейский не может ответить так, как ему говорят, понимаете. Он лицо закона. Его сразу тут же сейчас снимают, тут же выставляют. Ну, никто же не слышал, что ему сказали до этого. Понимаете. Ну, то есть, нам очень важно в конкретных ситуациях понимать, что укротность, она позволяет мне унаследовать землю. Я реально, когда это понял, когда мне это открылось, я просто внутри себя благословляю. Я даже сам стал спокойнее. Понял, что, почему мне напрягаться? Ну, он орет, это его проблема, что он орет. Даже не моя проблема, что он орет, понимаете. Вообще не моя проблема. Даже если он в мою сторону орет, это не моя проблема. Я чуть отклонился, и волны пошли звуковые, да, не у меня. То есть, общение не касается. Я знаю, что я живу в другой параллельности, в другой реальности. Параллельной вообще. Писание открытки расследует землю. Не надо быть израильтянами в плохом смысле слова. Почему, когда про израильтян говорят, все время говорят, что у первых надо быть наглым, а во-вторых, можно опаздывать? Откуда это взялось? Почему надо взять самое плохое, что есть в народе, и сказать, вот такие мы израильтяния? Откуда это все? Почему мы берем самое плохое? Знаете, что хорошее? Ведь в Израиле же есть очень много хороших качеств израильтян, правда? И вообще, кто такой израильтянин? Израильтян это не тот, кто в Аркадий Заркевич только приехал. Израильтян это тот же пунктуальный человек, который приехал из Швейцарии. Он тоже израильтян, правда же? Так почему мы берем у африканца что-то, мы нормально опаздываем. Мы в Африке привыкли, что у нас встречи назначаются во принципу, завтра встретимся под тем деревом. Во сколько? Тень там упадет вот так вот, так и встретимся. Здесь же швейцарские часы, ребята. Все об этом слышали. Зачем быть наглым? Кому же быть спокойным, тихим? В Германии были? Люди не шумят вообще. Там очень много немцев. Извините, и немцев те же. И евреев там очень много. Это тоже будущие израильтяне. Не тихие, спокойные. Да зачем приезжать сюда и говорить можно опаздывать? Я в своей жизни никуда не опаздываю. Я могу вообще не приехать. Но я не опоздаю. Я могу вообще не приехать. Я могу проспать. Я не знаю, что может случиться. Но я проспать так, что вообще не приехал. Но я никогда не опаздываю. Вообще никогда. Я раньше прихожу. Давайте возьмем вот это вот, как израильский пример. Почему нет? Я же тоже израильтяна. Давайте не будем наглыми. Потому что Иисус же тоже был израильтянин. В конце концов. А он говорит, что не надо быть наглыми. Надо быть кроткими. Кроткие наследуют землю. Он в этом. Кто у нас был наглый? В Финессите. Несколько человек было наглый. В Оренхазен. Ханим Зуаби. Еще несколько человек. Они в этот Финессит не попадают. Они ничего не наследуют. Попадают много интересных людей. Вы знаете, в принципе, в этом году. Очень интересных. Уважаемых людей. На других смысл голосовать. И просто они уважаемые люди. Очень хорошие. Они никогда не орали. Никогда не слышно было. Они просто делали свое дело. Станя говорит, что когда мы проходим все инфоменты, как я сейчас прочитал. Блаженые, кстати, миротворцы тоже интересные вещи. Чтобы не нас мери, а чтобы мы кого-то мили. Куда-то мир приносили. Это очень важно. Блаженые, изданные за правду. Ты думаешь, что я же прав. Меня уважать надо. Я прав. У меня есть чувство, собственно, достоинства. Не позволю никому узнать меня за правду. Почему-то Иисус говорит, что блаженые, изданные за правду. Ибо их есть Царство Небесное, оказывается. Царство Небесное. То есть, очень легкий путь попасть в Царство Небесное. Разгадать за правду. То есть, идешь в Дейбрад, едешь, у меня шаги. Начинаешь раздавать новые заветы. Тебя огонят за правду, ты выпадаешь в Царство Небесное. Быстро и качественно. У меня один знакомый пастор. Он такой, отмороженный немножко пастор, к сожалению, в зубе. Пастор был. Знаешь, такой евангелист был сумасшедший пастор. Человек, который приехал когда-то в Израиль. Религиозный, датичный. Из Англии приехал. Приехал изучать Тору в Израиле. Продолжать. И покаялся. Покаялся, стал христианином. Бывает такая ситуация. Вот он проповедовал Евангелие. У него тяжелый английский акцент. Я его не всегда понимал, когда я с ним общался. Но он приходил в религиозные районы. Он раздавал там литературу. Там фильм Иисус, помню, он раздавал. По заказу, звонят человек, заказывают фильм Иисус. Датичные специально заказали фильм Иисус, чтобы заманить. Религиозный район. То есть, я бы, если подъехал бы в такое место. А я считаю себя опытным евангелистом. Но я подъехал бы и искал бы, нет. Я бы прошу по почте. То есть, я бы могу уже посадить по почте. Не обязательно мне лично прицепить. Причем? По тому же, нам ездим в район, написано, что это там. Здесь мы видим религиозный для жизни. Здесь форма одежды описывается и так далее. Он пошел напрямую. Звонит звонок. Религиозный квартал. Мы ошарим. Открывают ему дверь. Вот, здрасте. Это меня сам фильм Иисус. Мы открывали. Мы так вышли все в черный. Побойский шахтать свои. У тебя есть три минуты. Сесть в машину и уехать. Не успел. Он дал. Фю, как крованул. Потому что он подумал, что есть смысл еще превангелизировать на этой земле. К сожалению, мы с ним было недолго после этого. Но, фангус это фангус. То есть, хочешь быстро в Царство Небесное. Вот он тебе путь проглашит. Но есть и другие пути. 14 стих этой главы говорит. Вы свет мира. Я провожу очень четкую параллель между тем, что я сказал до этого, с этим стихом. Потому что, если ты хочешь быть светом миру, ты должен как-то светить. То есть, невозможно быть светом миру, будучи как все. Если все не свет миру, Иисус говорит. А вы свет миру. То значит, мы должны как-то выделяться. То есть, должен быть какой-то определенный свет в нашей жизни. Люди должны видеть, что мы не такие, как они. И это очень сопоставляется, парализируется с предыдущими словами. То есть, когда ты скажешь, блажен и кроткий. Блажен и кроткий. Не выгодно быть кротким. А, кто-то вообще не работает. Он, естественно, все зимно наследует. Ты же не знаешь конец дела. Ты думаешь, сейчас урвать? Ну, сейчас я его ругую, я молодец. Подожди. Конец дела лучшего начала. Знаете, на меня не производят впечатления великие люди. Вообще. Знаете почему? Потому что я часто в своей жизни видел, что великие люди падают. Одно время меня даже так звучало, что я был очень разочарован в христианстве. Меня так разочаровало. И я сидел, я переживал. Я служил, продолжал служить. Но он меня это мучил очень сильно. Он же такой известный человек. Я читал его книги. Я то-то и то. Бах. Один. Пятый. Пятый. Я уважаю каждого человека. Вообще одинаково. Я знаю, как с мэром нашего города здороваюсь. А вам. Твоя машина. Наша пустая. То есть вот так. Мы все со всеми так здоровы. Я вам наполкали в нашей компании, звонили за выставку. Я уважаю его. Ну я по-простому делаю. Мама, шалабрик. Спасибо, что посетили. Это радостный день моей жизни, что я могу на саду. И приехал в своем новом саду, если этот приказ можно подходит. Зачем? Понимаете? Очень много людей больших падает. А люди перед ним преклоняются. Зачем? Иисус взял полотенце, взял тазик с водой и говорит, будем мыть ноги. Кто из вас когда-то участвовал в обновлении ног в церквях? Вот так, что это касается. Я вам напомню одну вещь. Я никогда не участвовал, честно скажу, потому что я не был, в Пивесячной церкви я был получленом церкви. Духом Святым был крещён, и Иисуса принял, а как бы полотное крещение мне не давали, поэтому запускали до всех этих вот ритуальных чудесных традиций. Но я знаю одну вещь очень чёртую, что все приходили на моление ног с чистыми ногами. Правда? Вы встречали кого-то с грязными ногами? Да. Вы встречали. Вам повезло, Зима. Счастливо. Блаженно вы свежёны. Ну, весело. Весело. Да. А вот представьте, пришли эти вот сандали апостолы. Я по долгу службы проповедничая Евангелие в разных местах нашей страны ходил часто в сандалиях, потому что жил в песках, в разных местах с неверующими, в палатках. Я проповедую там по нескольку. Потому что ты сам грязный уже, уже кемерит, и Средизменное море не смывает твою грязь с тебя. И ноги у тебя тоже такие, знаете, сандалики снимаешь, потрусил. Грязь там больше трёх сантиметров сама отваливается. И как бы это... Вот такие апостолы приходили, они же постоянно ходили, понимаете? Они же собрались-то, пришли в такие сандалики свои. Иисус говорит, ну что, будем мыть ноги? Нет, Иисус. Ноги быть не будем. Мы же ноги не помыли перед этим, Иисус. Как сейчас делать, Иисус? Ты не будешь мне мыть ноги. Почему? Я не помою их. Как я тебе хочу помыть. Сначала я их помою. А потом, если что-то я не добыл, ты помоешь, хорошо? И носочки чистенькие, и все-таки, все-таки, и переклювчик-то. А ты как же не забыл. Ноги красить нельзя было. Если бы мы не заслужили в тазик, то сразу выгоняют из церкви. А что ты хотел? Святость превыше всего. Хорошо, как у тебя... Ну, тебя... Я просто рассказываю, что они выгоняют. Это можно, выбираем. Не знаю, как бы вы в церкви ходили. Ужасно. А я к чему планирую, друзья мои. Вот Иисус, смотрите, Он сильно там долго не думал. Он... Говорит, ребята, будем уметь ноги. Не будешь, не буду уметь ноги. Не будете иметь честь. То есть, вот этот великий человек, вот единственный великий гранат человек, на самом деле, да, он склонился, чтобы помочь ученикам ноги. То есть, на секундочку, 12 человек было там, да? Понимаете? Петр пытался улыбку, вот стоять. Стоять. Дрясный нога не отсутствует. Всем помогут, да? И он не умоги все написал. Не умоги. И он, знаете, что сказал? Интересно. Вот так и вы служите. Вот такая у вас жизнь должна быть. Когда вы служите на этом. Как в «Посаде Кремле» написано, в «Почтительности» друг друга предупреждается. С «Почтительностью». То есть, когда ты служишь человеку от чистого сердца. Когда ты не пытаешься, чтобы тебе послужили, чтобы тебя похвалили, чтобы тебя поуважали, чтобы тебя расслабили. Нет. Когда ты пришел с полотенцем и стал, и говорит, что не нужно. Как бы такой подход. Я буду заканчивать. Все время сглава, чтобы я тогда начинаю, но тогда я даже там честно. 25 стих написано, «Мирись соперником своим на судах». Очень трудно мириться с соперником своим. Потому что уже в суд-то идет. Опять же, блаженный миротворцы, «Мирись соперником своим». Не всегда мир может быть на твоих условиях. Вы помните, это очень важная вещь. Мир не всегда может и должен быть на твоих условиях. Это вообще не должно быть. Меня спросили на днях, правильно ли гордиться своей конфессией на канале. На тебе. Что мы должны гордиться, что люди гордятся своей церковью, что наша конфессия самая лучшая. Я сразу сказал, нет. Это неправильно. Это неправильно. В мире 33% человек, которые считают себя христианами. 4,5 миллиона церквей в мире, по статистике. И каждый считает, что он прав. Поверьте. Классно? Что каждый считает, что он прав. Даже если же больше. Вот здесь вот все от силы, сколько вы от силы, каждый из вас в каком-то моменте считает, что он умнее кого-то. Нам нужен. Умнее, правее, важнее. Я так считаю. Хотя, может быть, и не шучу. Да, понимаете, в чем мысль? То есть, когда в одной церкви, писание даже не зря говорит, что должно быть между вами разномыслие, чтобы открыть искусство. То есть, мнений может быть много. Мы приходим к определенному резу консенсуса, друженька. Да так? Ну, есть люди, которые никогда не берут консенсус, они скажут, нет, я не согласен, я в районе. Закрытая речь. То есть, люди считают себя травмами, важными, умными. Поэтому, зародим мысль о чувстве собственного достоинства. Знаете, это хорошо, как это стоит. Вопрос чего? В 31 стихе, на 31 стихе, не будем читать? 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же, мы-то и грешники. То есть, в человеческой натуре свойственно любить тех, кто любит тебя. Очень свойственно. Кто тебя принимает, кто тебя похвалит, кому лучше относишься. Это нормально, это наша человеческая натуре, это плод наша, она такая. Всегда легко любить того, кто любит тебя. Эта мысль полюбить врагов, как бы, это напряженная мысль. Но почему Иисус ее тоже дарит нам? То есть, что любите врагов ваших, благославляйте ненавидящих вас и предпринимающих вас. Я объясню простую вещь, потому что ты любишь человека, который любит тебя на уровне чувств, естественных чувств. А когда Иисус говорит любить врагов ваших, то есть, говорится о любви Божьей. Когда ты прилагаешь усилия для того, чтобы любить человека, ты не напрягаешься для того, чтобы любить человека. Это не просто, это тяжело, а ты напрягаешься. Я очень запомнилась ситуация, когда я в Иордании ко мне подошел сирийский пастор и обнял меня. Он узнал, что есть пастор с Израиля. Мне так это коснулось. Я ему говорю, господи, они же там такой прессинг проходят про кто такие евреи, кто такой Израиль. Он мне так хотел соблюдать пастора с Израиля. Мы там стояли, он меня поймал, что это гостиница в Иордании, в Акаде. Вообще, я думаю, надо, чтобы когда запомнил что-то вещь, когда-то. Потому что, любить ненавидящих, благословлять проклинающих, гоняющих. Когда Иисус, да, в Иисусе написано, «Прести им, Господи, и мы не верим, что творят». Вы знаете, когда я все это вам рассказываю на самом деле сегодня, это не просто для того, чтобы кому-то легче жилось, кого будете любить, уважать, благословлять и так далее. Это для нас самих. Я когда начал в моей жизни постепенно использовать определенные принципы из этой проповеди, ресурса, то я помню, как с первых дней моя жизнь резко поменялась. то я стал побежищем в 97-м году. И вся этот момент помнится, когда, знаете, подходит, я стою, когда еще работал с артехником домоуправления, стою, никого не трогаю, задумался о чем-то. Вот такой, как-нибудь пьяный мужик, такой, знаете, в этой проповеди. Если бы хватило, я так забыл. Вот так. А что ты здесь стоишь? Я стою, смотрю на него, думаю, ну, можно его ударить. И он упадет. Это без вариантов. То есть, я дороге его, это явно. несмотря на то, что я был там худен на 20 кг. А может, ну, надо, я же верующий. Ну, дайте всю голову, мы с вами решили вопрос по-другому. Я просто выводил, так по руке его, пальцем. А можно, а можно, а я не помню? Ну, если ты правду, посмотрел, и пошел. Смотри. Я думаю, работаю. Знаете, я так на раз, я только в первом, втором месяце был верующим. Я так на раз, как-то. Классно. Ну, как десятину первую далась. Ну, не помню, ничего. Стало ли я беднее после этого? Нет, ничего. Разница после Запорожца и сегодняшней машинки, не большая разница. Не считая, это уже размеры квартиры, другая страна, другая жизнь, все по-другому. Запомни, эту первую десятину. Я так же помню. То есть, какие-то моменты, когда ты по Писанию живешь, строго стараешься по Писанию, начаешь видеть, как эта инструкция, для твоей жизни, она работает, на самом деле. И, конечно, можно иметь там пробного втыка, как все русские видят обычно. А ну-ка, засунем пальцу розетку, есть ли там ток? так же мы любим обычно, особенно мужчины. Мужчины, это чудом выжившие мальчики. ровно мы проверим. Я слабый сегодня. 125. вот то, что все это Писание написано, это все на самом деле для меня. Это не то, чтобы кто-то получил наслаждение, когда ты где-то прогнулся. Нет, это для того, чтобы твоя жизнь, она изменилась к лучшему. Чтобы твоя жизнь улучшилась. Чтобы Бог тебя мог благословить. Потому что Богу надо просто дать возможность себя благословить. Потому что, вы знаете, очень часто мы сами себя благословляем. Это как написано, когда ты молишься, зайди в комнату, тихонько помолись отцу в тайне, и отец, видя тайное, воздаст тебе явно. Написано же? Да. Ну, почему же там часто, как париси, мы молимся на углах улицы, чтобы все видели? В Русалим, едешь, езжу каждую неделю, и там видно, то арабы, то парисеи молятся на обочных дорогах. На углах улицы. Я не знаю, я как в Израиле, до Израиля даже не верю, что это спор есть. На углаху везде, в палитах уже идут, замодлены, все же утром видели, вы выходите. С полотенцами идут, вмиг, вмиг, вы понимаете, что там шаббат такая, на особо районе. Это у нас не религиозный город, не религиозный район вообще. Иисус говорит, что как-то нужно, принимать его расстояние. Когда он о посте тоже написан, что когда ты постичься, не надо никому не сказать, что ты постичься. Потому что когда ты рассказываешь, кому ты постился, ты уже получил славу свою. А если ты уже получил славу свою, то, в итоге, уже там не надо ничего делать. Ты уже своими силами это сделал, правда? Но когда ты Богу отдаешь ситуацию, уже Бог не будет. А пока ты всем рассказываешь, я пощусь. Я пощусь. Что ты, брат, с тобой все такое? Почему волосы маслом помазают, не веют? Я пощусь. Я в посте. Не трогайте меня, это с чем-то за шоком. То есть, если ты любишь сзади, все рассказывают, я валиюсь по стопоту, я пощусь по стопоту, я не читаю по стопоту на жизнь. Я заслуживаю уважения к церкви. И пастор, почему ты не даешь мне пропадет? Смотри, о чем я вообще здесь. то есть, таких слов как раз не хочется никому. Да ничего за пропадет. Или заодно не может. И последние стихи, которые я с вами хочу прочитать для нас с вами, восьмой стих. То есть, на самом деле, в конце всей этой главы последний стих, последний стих. А, видите, вот как раз могу сказать про милостыню, да? Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Засада, а? Ведь же так хочется в Фейсбуке, чтобы люди похвалили тебя. Я Те с Небесным на канале дал. А у Те с Небесным либо в Фейсбук, либо я. И определись. Ну, я в Фейсбуке вижу там фотографии, знаете, там написано, делаем добро. раздаем продукты, питание, нуждаемся. Молодцы. Я рад за вас. в этот момент, я же Писание читал. Я понимаю, что они что-то теряют в этом моменте. Что-то теряют. Когда творишь милостыню. У меня у одного брата, пасторин сегодня, у него отец, у тести попал в больничную с серьезной проблемой глаз, нужно было делать операцию, было сложной. Кому же они были финансы дополнительные. У них не было этих денег, это были 90-е годы, здесь, в Израиле, были новые репоприанты. И вдруг заходит доктор и говорит, есть деньги на вашу операцию. Как? Откуда? Приходил один мужчина, пожертвовал денег, спросил, кому лучше делать операцию, и на них денег. Сколько там это стоит? 20-е тысячи лет. А кто этот человек, вам хотел поблагодарить? Он сказал, он не дал все время. Только примеры остались, что это был религиозный тип. Вот так вот. Понимаете? Он убежал, потому что он хотел получить как раду Господа. Есть нормальные религиозные типы. Очень много хороших религиозных типов. Очень много. Не надо отвечать, я обставил, что у вас там родственники. Я уважаю Ваши господицы. Я уважаю Ваши господицы. Все нормально. Итак, последний стих, 48-й, 5-й главы. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Знаете, вот в этой главе я не прочитал ничего, каких-то там, чтобы знания были мощные какие-то, да, там, чтобы ты служение какое-то большое имел, чтобы ты кем-то был великим, таким, знаете, уважаемым личностью, что-то достиг. Нет. В этой главе написаны простые, естественно, человеческие вещи, которые, все, до которых мы получаем благословение и мы приближаемся к совершенству. Совершенству в Боге. То есть, если ты хочешь быть совершенным, как совершенный Отец Ваш Небесный, то мы на самом деле здесь вот мы можем взявнуть через несколько глав перебежать и увидеть пример Иисуса, который вот он показал все это себе, да? Нет, ну мы не такие, мы никак не станем таким. Но мы можем попытаться. Потому что возможно, что я не прав, что мы никак не станем таким. Даже я могу ошибаться, Надо видеться, уважать. Я могу. Слушай. Возвращаемся к первому вопросу. К чему мы начали. Чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства это то же самое, что самого себя благословит. Когда ты сам себя уважаешь и хочешь, чтобы другие тебя уважали. Иисус показывает, как стать совершенными. Он показывает путь не самый обычный, не самый простой, но именно этот путь приводит Царство Небесное. На этой радостной ноте я закончу. Оставлю вас всех думать. И пойду есть пирожки. Давайте один из моментов, который я рассказывал когда там старые церквиатры русские, певицаевцы, маптисты, Станин. Я прополедую церквиатры тоже в Украине мне нравится встань помолимся на коленях на коленях на коленях и прекрасные люди. Прекрасные люди. Мне тогда было не искушение такое было, когда я со своей прополедой мне сказали, Боже, Пополедуешь, придаешь к молитве. И такое искушение было, сказать, Станин, помолимся на коленях, на коленях. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою любовь, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты многочерпели по милости каждому из нас. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты возлюбил нас. И мы омыты Твоей крови не на наши заслуги, но по милости и благодати Твоей. Ты омыл нас, Господь, не потому, что мы делаем что-то хорошее, но потому, что Твоя любовь, она превыше всякого разумения, превыше всякого познания. Твоя любовь, она покрывает всякий наш грех. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас так же любить людей в этом мире. Чтобы мы так же покрывали грехи людей. Чтобы мы научились прощать людей. Чтобы мы научились ходить к ротости, не просто, когда мы один с Тобой, но когда мы так же находимся в обществе других людей. Научи нас, Господь, быть милостивыми. Научи нас, Господь, быть прощающими. Научи нас, Господь, быть теми, кто прославит Тебя, кто будет на самом деле светом для этого мира. И светом не просто в этом мире зла, но светом так же и внутри христианского мира, который очень сильно нуждается в освящении. Научи нас, Бог, этим светом. Помоги нам быть таким светом, Господь. Дай нам мудрости. И дай нам, Господь, на самом деле, знать страх Господа. Спасибо тебе за эту чудесную инструкцию, которую задал вам, Господь, на жизни. Пусть это слово, оно вселится в наши сердца, в наш разум, в нашу душу и произведет свою работу. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Поведи руку. Аминь. Аминь.